Итак, кардиологические осложнения иммунотерапии все больше и больше выходят из разряда редких к разряду достаточно широко встречающихся и сопутствующих другой предыдущей или старой химиотерапии онкологических заболеваний. Вот на этом слайде по данным двух больших баз французской кардио-онкологической базы и Вигибейс представлены ранние и поздние осложнения иммунотерапии. Если мы раньше говорили о миокардитах в основном, то мы видим, что среди ранних осложнений миокардиты действительно чаще встречаются, но среди поздних осложнений чаще начинают встречаться другие варианты кардио-токсических осложнений. В первую очередь это сердечная недостаточность. Да, действительно, повреждение миокарда обусловлено самим воздействием ингибиторов контрольных точек на организм. Это, конечно же, активация провоспалительных агентов. Все это вызывает воспаление мышцы сердца, сосудистые воспаления, воскулиты. Это может быть и воспаление перикарда, а также все последующие симптомы, которые сопутствуют этим основным состоянием. О миокардите мы уже достаточно часто говорили, но тем не менее хочу подчеркнуть. Миокардит – это одно из проявлений воспалительной кардиопатии. Собственно, воспалительная кардиопатия – это и есть миокардит, сопровождающийся проявлением сердечной недостаточности, ремоделированием желудочка и, по сути, патогенетическим механизмом развития очень тяжелого кардиологического состояния, делегационной кардиомиопатии, сопровождающей тяжелой сердечной недостаточностью. Факторы риска миокардита, связанного с ингибиторами иммунных точек, контрольных точек, на сегодняшний момент еще не очень четко определены, но это комбинации иммунотерапевтических препаратов или комбинации их с ингибиторами роста эндотелия сосудов в 5 раз повышают риск развития особенно его фульминантных, то есть вот этих острых, тяжелых и практически жизнеугрожающих форм. Что интересно, развитие миозита. Если вы встречаете у пациента, получающего иммунотерапию, миозит, то у третьих таких больных также развивается и миокардит. Поэтому развитие миозита следует рассматривать как сигнал к развитию ICI миокардита. Ну, безусловно, это и прежние факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе тоже, что и для других кардиотоксических эффектов других препаратов. Это предшествующее лечение кардиотоксическими препаратами, в первую очередь энтерциклином, это генетическая предрасположенность, как для всех миокардитов, и сопутствующие аутоиммунные заболевания. Диагностика миокардита на сегодняшний день. Подозрения на миокардит, действительно, как предыдущий докладчик отметил, это могут быть совершенно неспецифические симптомы, связанные с основным онкологическим заболеванием. Ну, чаще всего это одышка, как проявление сердечной недостаточности, сердцебиение, ну, и кардиология. Что нужно сделать в случае появления этих симптомов? Конечно же, провести исследование биомаркеров, это тропонин, это антипрубин-пи, то есть натриуретический пептид, как показатель развивающейся сердечной недостаточности. Это циреактивный белок. ЭКГ, любые нарушения, то есть вот отклонение от предыдущей ЭКГ, или проявление на фоне нормальной ЭКГ каких-то изменений, уже сигнал для того, чтобы опять же подозревать миокардит или какое-то другое кардиотоксическое осложнение иммунотерапии. И, конечно же, это повод для продолжения кардиологического обследования, проведения эхокардиографии и, как я хочу подчеркнуть, МРТ сердца или кардиомагнитного резонанса, как это называется. В случае действительно клинических подозрений мы должны провести коронаромбиографию, поскольку это может быть ишемическое коронарогенное поражение миокарда. Что касается эндомиокардиальной биомсии, чуть позже я на этом остановлюсь, поскольку это действительно метод, который действительно сложный и не во всех случаях необходимый. Эхокардиография может быть обычной, а может быть с подключением более современных методов определения сопротивности миокарда, так называемый Global Longitudinal Strain, это GLC или strain режим, который показал себя, это вот самые последние исследования, что в случае, если у пациента снижается фракция выброса особенно менее 50%, то пациенты, которые имеют GLC меньше 13%, это практически 90% случаев, те пациенты, которые получат или получат уже, так сказать, в процессе массы. Но даже если фракция выброса в норме как бы не снижена, то если GLC меньше 16%, то тоже жди массы. То есть это очень важное в этом плане определение, прогнозирование, развитие массы метод диагностики. Итак, кардиомагнитный резонанс, он фактически сейчас является основным для определения, конкретного определения того, что происходит с миокардом для всех вариантов химиотерапии и, в частности, для иммунотерапии. Что нам дает этот метод? Мы можем определить острый или хронический миокардит. Это миокардит уже как бы отзвучавший, то есть состояние хилк миокардит, миокардит, который уже излечен. Ну и главное, мы можем тоже провести детеренциальную диагностику с ишемическим или другими вариантами поражения мышц и сердца. При следующем методом исследования, который является золотым стандартом для определения вообще наличия миокардит, эндомиокардиальная биопсия. Но она показана для ситуации, когда мы встречаемся с тяжелым миокардитом, фактически тотальным поражением миоцитов, и тогда эндомиокардиальная биопсия, она логична для того, чтобы в первую очередь подтвердить, что да, это миокардит тяжелый, и, с другой стороны, исключить другое происхождение миокардита, чаще всего вирусное. Поэтому мы, получая гистологический материал, опять же, видим признаки острого или хронического миокардита. Ну а кроме того, проведя специализированные иммунодистохимические исследования, мы можем также оценить тяжесть этого состояния и, собственно, те клетки, которые в основном вызвали это воспаление, те лимфоциты. Классификация ICI-миокардитов по тяжести течения 4 градации. Первая градация – отклонение кардиальных биомаркеров и отклонение ЭКГ, не имеющих клинических проявлений. Соответственно, вторая градация – тоже невыраженные клинические и диагностические проявления. Третья градация – это все-таки снижение фракции выброса менее 50%. Ну и фульминантные формы – это градация 4. На сегодняшний момент по рекомендации введения иммуноассоциированных осложнений пациентов, получающих ICI-терапию Американское общество клинической онкологии рекомендуют следующий вариант наблюдения для профилактики или ранней диагностики миокардита. В первую очередь выявляются пациенты высокого риска, о риске мы говорили, которым надо перед вторым и четвертым дозами выполнять такие рутинные исследования, но и при этом тропонин и пробиемки. Также, если начинается снижение фракции левого желудочка, мы включаем в диагноз обязательное проведение эхо-кардиографии, ну и, конечно же, мультидисциплинарный подход. При появлении жалоб мы направляем пациента к кардиологу или кардио-онкологу. Ну вот алгаритные действия по лечению миокардитов, собственно, не буду уже повторяться, зависит от стабильного состояния пациентов. Безусловно, начало терапии – это глюкокортикостероиды. Ну и вот, что касается возможности продолжения ведения пациентов с ICI, вот я выбрала выдержку из нашего консилиума в нашей клинике пациента 49 лет, была направлена онкологами для решения вопроса о возможности терапии, продолжения терапии по поводу меланомы, которая была прервана в связи с развитием некого состояния, это не в Петербурге случилось, а регионально, которая была расценена врачами как острый инфаркт миокарда, однако без повышения тропонина, в общем, есть некая непонятность была, но мы ее обследовали полностью, кроме, конечно, эндомиокардиальной биопсии, по тому алгоритму, который вот и вы видели. Значит, вот наша выписка. Рекомендации о возобновлении иммунотерапии в настоящее время четко неформулированы и должны приниматься решением междисциплинарного кардиоанкологического консилиума. Обсуждаются возможности заблокирования иммунотерапии при тяжестве миокардита, соответствующей первой-второй гродации. Но в связи с прогрессированием основного заболевания пациентке крайне рекомендовано дальнейшее лечение ингибиторами контрольных точек, стабильное состояние в настоящее время сердечно-сосудистой системы. Естественно, мы привели коронарограцию, отсутствие изменений коронарных артерий и возможно перенесенного миокардита. Кстати, по данным МРТ имелась некая клиника, которая позволяла говорить об извлеченном уже миокардите, позволяет рекомендовать продолжение терапии при строгом кардиомониторировании каждые три месяца. Перикардит. Опять же, не буду повторяться, чего ждать, в чем сложности при появлении перикардита, связанного с химиотерапией, в частности, с иммунотерапией, и не являющейся, а может быть, и в сочетании с проявлениями самого злокачественного новообразования или лучевой терапии. Это, конечно же, перикардит, который может привести к констрипции перикарда и, может быть, выпад, который может привести к компонаде перикарда. Вот опять же, 2021 год, самые последние данные о развитии частоты перикардита у пациентов с иммунотерапией. Мы видим, насколько чаще, чем при других терапиях, встречается миокардит. Очень интересная тема, которая, конечно же, для онкологов не столь актуальна, поскольку они встречаются с острыми состояниями. А именно вся эта ситуация будет ложиться на кардиологов. Вы видите, что сверху этого айсберга то, о чем мы с вами говорили, а подводная и самая большая проблема – это то, что ICI могут провоцировать тяжелое развитие атеросклероза. Здесь понятны механизмы, так как, собственно, блокада PD-1, PD-L1, она вызывает активацию провоспалительных агентов, именно тех, которые формируют прогрессирование атеросклеротической бляшки. И в том числе и, собственно, влияют на те факторы, которые эту бляшку формируют. Поэтому очень важно обращать внимание на факторы риска развития атеросклероза. И если они есть, ну, собственно, метаболические проявления курения и так далее, работать с пациентом, чтобы минимизировать вот этот многократный риск развития атеросклеротической бляшки. И вот опять же, этот год, это вот исследование на очень большой выборке. Мы видим, в пять раз вырастают кардиотоксические осложнения на протяжении 30 месяцев наблюдений. Это инфаркты, это инсульты ишемические, и это на проведение ревосклеризации. Ну, это отдельная тема, которая может быть вставлена в отдельной презентации. Ну, а что же касается наших любимых, скажем так, осложнений, кардиотоксических осложнений, предыдущих схем лечения, венозной тромбоэмболии, то она, к сожалению, тоже сопутствует иммунотерапии, ингибиторно-контрольных почек. Хочу остановиться, что сейчас огромный интерес буквально последних двух лет представляет не только венозный, но и артериальный тромбоэмболизм. Но, опять же, это история еще одной презентации. Итак, вот мы рассмотрели все проявления, просто подсюда синдром я не буду говорить. Очень много вопросов, очень много перспектив. И я думаю, что, конечно, каждый год мы будем несколько менять векторы своих обсуждений, вопросов о кардиологических и сердечно-сосудистых и уплошнений к иммунотерапии. Поэтому спасибо за внимание. И, конечно же, мыть и пленарная команда. Спасибо. 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 Спасибо.